Сейчас о спорте. Динамо одерживает четвертую победу подряд. Белоголубы забросили в ворота капитана шесть шайб, две из которых стали дебютными для хоккеистов в МХЛ. Подробности встречи в репортаже с места событий. Концовка первого матча соперников, который хозяева выиграли накануне со счетом 5-2, утонула в грубости и взаимных стычках. За прошедшие сутки хоккеисты, разумеется, остыли, однако в стартовом периоде. Повторные встречи чувствовали скрытая агрессия. В концовке периода страсти все-таки полыхнули, но их мгновенно погасили судьи. Впрочем, ни одного удаления до перерыва в матче так и не произошло. А вот один гол случился. На восьмой минуте Александр Кисаков бросил от синей линии, когда Даниил Лазутин перекрывал обзор вратарю гостей. Для 16-летнего нападающего этот гол стал первым в МХЛ. Много моментов было у нас. Надо было забивать. Реализация, конечно, у нас не очень. Вторая 20-минутка открылась удалением капитана хозяев, который, выскочив со скамейки штрафников, прорвался по левому флангу и идеально выложил шайбу на клюшку Федора Мошкина. 2-0. Через 26 секунд динамовцы забили третью. Своё первое большинство, бело-голубые, превратили в четвёртый гол. Все три динамовских гола второго периода уместились в 5 минут. Более того, в эту же пятиминутку попал ещё один результативный бросок, но теперь уже в исполнении капитана. Где-то больше не хватает агрессии, где-то на ворота надо полезть побольше, побросать, поагрессивнее себя вести в атаке. Заключительная треть матча начала для «Динамо» с реальной помощи родных стен. Вброшенная в зону шайбы неожиданно отрикошетила от угла в центр площадки, дезориентировав фратаря. В оставшееся до финальной сирены время один из лидеров подмосковной команды оформил дубль. Уверенная победа «Динамо» со счётом 6-3 стала четвёртой подряд для команды Ярослава Лизенкова. Продолжение следует...